Я считаю, что, конечно, программа консолидации нации в любой ее форме, любая инициатива, на мой взгляд, очень важна и, собственно говоря, полезна, потому что я лично считаю, что российская национальная идея сегодня — это сохранить российскую государственность в первую очередь, то есть, собственно, выжить как государство, потому что, естественно, огромное количество жадных глаз смотрит на те богатства, которыми располагает наша нация, и мы сможем ими распоряжаться рачительно, эффективно, экономично и на благо будущим поколениям, конечно, только в том случае, если народы нашей страны, то есть те люди, которые носят паспорт гражданина Российской Федерации, будут дружить. И, на мой взгляд, в этом смысле любые меры хороши, то есть примирение, так сказать, межконфессиональных, так сказать, каких-то сглаживания конфликтов. Ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя выпячивать одну энергию, одну, простите, одну религию, потому что у нас много религиозная страна, много разных религий исповедуется. Вот, поэтому, конечно, безусловно, это очень важно, ибо климат мирный и дружественный и дружеский климат в нашей стране позволит нам, и с одной стороны, и с другой стороны, невмешательство в конфликты, которые с удовольствием бы нам навязали третьи стороны, и, так сказать, взвешенная позиция на мировой арене, это является, в общем-то, нашей национальной идеей, то есть мир внутри и мир снаружи. Россия, вот посмотрите, мы, так сказать, мы живем в новой стране примерно, там, чуть больше 20 лет, и, в принципе, конечно, много обиженных, конечно, много, там, много и бедности, и всего, но, на мой взгляд, за 20 лет, которые прошли за последнее время, мы достигли того состояния, того качества жизни, которого никогда в нашей стране не было, никогда, просто его не было. Если сравнить, там, можно любить или не любить правительство, и там, и так далее, но если сравнить, так сказать, наших лидеров за последний век, то, в принципе, сегодняшнее руководство, на мой личный взгляд, создало наиболее благоприятную среду в стране. Что нужно? Нужна дружба между гражданами, и нужно, чтобы у нас не было внешнеполитических и внешневоенных конфликтов, и чтобы это продолжалось как можно дольше. Тогда Россия станет величайшей страной, и я убежден в том, что в конечном итоге Россия станет, в общем, самой сильной страной в мире. Вот, если мы не будем вестись на провокации, собственно говоря, провокации, которые постоянно имеют место со стороны западного мира.